Сдыматься на телебачене пациенты наркологичного отделения не погаджаются. Урежьте алкоголь найти наркотичное залежность, это не та хвороба, об якой рассказывают иншим. По словах медиков, практически все 60 месяцев постоянно заняты. А у червени этого года на их увогуле была черга. Эффект у диспансера гарантуют, але кажут, что все залежит от самого пациента, не который начинает уживать алкоголь практически в день выписки. Кто приходит без мотивации, естественно, срываются. Кто приходит с мотивацией, может привезти препарат на год, а не пить по 7-8 лет. У нас есть пациенты, которые не пьют больше 20 лет. Но они все равно приходят, потому что желание выпить периодически появляется. При этом все пациенты обовязково попередживаются. Порушение режима может привести до самых негативных наступств, уключающих сморотный заход. Больше дисциплинованными оказываются люди, которые приходят ляшиться по уластным жаданям. Все процедуры для них проводятся анонимно. И навыд на специальный наркологичный улик такие пациенты не ставятся. Консультации, обследования, процедуры возвращаются к себе домой в свою привычную обстановку. На следующий день, если есть необходимость, снова к нам приходят для совершения своего курса лечения. И также в нашем отделении оказывается психотерапевтическая помощь для зависимых пациентов. И иглорефлексотерапия. Особенно эта иглорефлексотерапия актуальна для желающих бросить курить. Пациенты наркологичного отделения у переважной большинства не просто аматоры выпить. Шмат хто может находиться у запои по месяце. Рекордсменом з'является гемельшанин, який уживал алкоголь без перепынку на протягу полгода. Сушасное обсталявание допомагает поставить докладный диагноз. А тому медики за все доведают, какие леки потребны каждому конкретному пациенту. На жаль, только на смену одним обовязково приходят и иншие. Это сусветная статистика. У любым громадстве за уседы будут люди, яких можно отнести до залежных. Если душевное расстройство, различные авторы относят количество этих людей где-то в рамках 1-2% от популяции. Серьезные проблемы у людей с алкоголем 4%, в целом злоупотребляющих, скажем, алкоголем 10% от населения. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадиокомпания «Гомель».